Почти сто лет назад здесь, в центре Киева, на улице Городецкого, в начале 20 века проводила свой досуг вся местная столичная богема. В обители всех художников, артистов, литераторов и музыкантов в кафе с таким громким аббревиатурным названием «Хлам» познакомились два особенных еврейских сердца. Уже тогда известный поэт с острой репутацией Осип Мандельштам и 20-летняя художница Надежда Хазина. Мандельштам по воспоминаниям современников сильно отличался от других. Он родился в России, его назвали Иосифом, но позже он изменил имя на Осип, так же, как позже сделает еще одно кардинальное изменение. Воспитанный в еврейской семье, перед поступлением в университет юноша принимает крещение. Человек тонкой и одновременно глубокой душевной организации, Ося, как его называли друзья, с ранних лет писал стихи. Хотя никто не верил в то, что такой молодой человек может создавать столь зрелые и мудрые строки. В ноябре 1933 года Осип пишет антисталинскую эпиграмму. За это Мандельштама арестовывают и отправляют в ссылку. Надежда отправляется вместе с мужем. Эту историю любви недавно запечатлели в Киеве в виде вот этой мемориальной доски на улице Заньковецкой. Инициаторы проекта – издательство «Дух и литера» и центр иудаики выбрали именно это место для памятника не случайно. Тут жила родина Надеи Хазино и Мандельштама. И саме тут они встречались, увидели и жили. В день открытия здесь собрались истинные любители поэзии Мандельштама. И для многих его творчество, и в особенности жизненный путь, больше, чем просто биографическая сфотка. Я еврейка и этим горжусь, должна сказать, и не скрываю. К сожалению, очень многие люди пострадали, в том числе мои родственники пострадали в то время точно так же. Поэтому это все в крови. Киев занимал особое место не только в личной жизни поэта, но и служил местом вдохновения. В мае 26-го года Осип Емельевич пишет очерк «Киев», тонко уловив еврейские интонации тогдашнего города. Это один из моих любимых поэтов еще с подросткового возраста. Я очень люблю Серебряный век. Инна Цирок, Сергей Нарожный. Специально для Еврейских новостей.